Братья и сестры, прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с этим замечательным днём, с таким знаковым событием, крещением Господа нашего Иисуса Христа. Для нас это особенная радость, потому что мы евангельские христиане-баптисты, это означает крещеные. В этот день, этот день особый для меня и для всех нас, потому что в этот день невольно мы вспоминаем и свой день крещения, не так ли? Как билось в наше сердце, какими были наши чувства. Я принимал крещение в 1979 году в городе Киев, на озере. В то время это запрещалось, поэтому мы выехали туда, так сказать, подфольно. Но откуда-то люди узнали. Было масса людей, наверное, сотни людей там было. Кажется, это было вчера. Молодёжь под гитару пела псалом, умер для греха, жить, чтобы для Христа. И что мне запомнилось, что берег в озере был очень пологим, поэтому нужно было дойти до пресвитера, который преподавал крещение, метров 15. И казалось, что это такой длинный путь, сердце так билось, и мне казалось, что я не дойду. Господь помог дойти, и состоялось крещение, потом была молитва прямо на берегу. В нашем сердце была неземная радость. И я думаю, что вот это чувство радости крещения, оно сопровождает нас через всю нашу жизнь. И поэтому мы и называемся иванские крестьяне-баптисты. Кстати, в английском языке Иоанн Креститель звучит «Джон Баптист». Иоанн Креститель, поэтому я думаю, что это хорошая такая идентификация нас, как верующих, как евангельских верующих. Иоанн Креститель, 3 глава, мы уже слышали этот текст. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо накреститься от тебя, и ты не приходишь ко мне. И Иисус сказал, а теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. В нашей жизни не раз бывает так, что где-то возникает сложная ситуация, неразрешимая ситуация. И люди по-разному решают эту ситуацию. Несколько лет тому назад в нашем доме жили люди, которые очень такие знатные люди, их знают. Вот так как каждый из них имеет свои автомобили, однажды они на таможне, на мосту. Один выехал, объезжал автомобили, другой напротив, и стали друг против друга, и надо было кому-то уступить. Но ни один не хотел уступить, ни другой. Один важный, другой еще более важный. Что же они сделали? Они прямо на мосту вышли с машины и начали драться. Причем один другого побил до такой степени, что тот попал в больницу, и потом уже Люда помогала там капальнице делать уколы, перевязки, и другому досталось тоже не меньше. Вот так люди разрешают свою ситуацию. Бывают сложные ситуации в жизни. Надеюсь, что христиан такого нет, но, конечно, слова бывают тяжелее ударов. Смотрите, приходит Иисус к Иоанну Крестителю креститься. Надо совершить служение. Иоанн говорит, не могу. Я должен креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Сложная ситуация или простая? Братья и сестры, можно назвать такую ситуацию простой? Как вы думаете? Это не простая ситуация. Как? Если ты не знаешь, кто это такое, ты можешь преподать ему крещение. Но если бы я знал, что если бы сейчас Христос спустился, и сказал, что я должен принять от тебя крещение, вы можете себе представить, как мне это преподать? Это очень сложная ситуация. Но вот эту сложную критическую ситуацию Иисус Христос решает так просто. Смиряясь, Господь творит чудо. Сложные вещи стают простыми и разрешенными. И вот на эту тему я хочу сказать несколько слов, прежде чем мы помолимся. Смотрите, то же самое произошло в день, когда Господь совершал вечерю Господнюю. Вы знаете, что ученики пришли туда раньше. Двое учеников пришло раньше, они приготовили, потом остальные пришли. И вы знаете, что поскольку там совершалось также ветхозаветнее вечеря, то согласно иудейской традиции нужно было умывать ноги. А кто должен был умывать ноги? Библия говорит, что был спор между ними, кто из них больше. Тот, кто меньше, и должен умывать ноги, встречать гостей. И когда Иисус Христос пришел и посмотрел на все это, ну как разрешить эту ситуацию? Нужно их посадить всех и объяснить, кто меньше и кто больше. И они послушаются, да? Ну, если вы пробовали это делать, то я скажу, что это довольно-таки сложно. Это довольно-таки сложно. Вы знаете, иногда мы приходим сюда работать в собрании, приходит иногда 15 человек и думает, кому какую дать работу? Ну, вы знаете, есть такая работа, которая важная. А есть такая, где просто нужно убрать, почистить что-то. Но и ту, и ту нужно сделать. Что сделал Господь? Вот эту сложную ситуацию Он сделал такой простой. Взял тазик, взял полотенце. И что сделал? Умой ноги. И что Он дальше сказал? Он говорит, что Я даю вам пример, чтобы и вы делали тоже Я. Если Я, Господь, умой ноги ученикам, то тем более вы должны умывать ноги друг к другу, чтобы таких сложных ситуаций в вашей жизни никогда не было. Братья и сестры, умеем ли мы в нашей жизни сложные вещи делать простыми? Как это практически жизни? Здесь брат Сережа говорил о покаянии. Ну, это истинно, мы не можем исключить из Священного Писания. Это важнейшая истина. Сложно или просто покаяться? И Алеша с Олей, и они пели такой замечательный псалом. И слова из этого псала запали мне в душу. Я все не запомнил. Но там были слова о том, как тяжело было, как непросто было Христу на кресте страдать. Ему было непросто. И припевы были такие слова. Как нам просто. Как просто прийти к Иисусу Христу. Так просто впервые Ему помолиться. Так просто припасть головой ко Христу. Так просто царю всех царей поклониться. Так просто слова покаяния сказать. Так просто грехи положить у распятия. Так просто спасение даром принять. Так просто счастливыми стать благодатью. Разве это сложно, братья? Все уже сделано. Все уже уплочено. Все самое сложное, что нужно было для достижения нам праведности, как говорил брат Сережа. Оно уже совершено. И нам не надо ничего делать. Нам надо маленькое усилие. Просто принять эту праведность веры, как говорит нам послание Евсиана 2 глава 8 стих. Но иногда это стоит сложно, потому что что-то мешает. Филиппийцам 3 глава. Мы прочитаем известные для нас слова. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почет счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю. За что, брат сестры? За все. Чтобы приобресть... Кого приобресть? Христа. Чтобы приобресть Христа. И найти в нем не со своей праведностью. Вы знаете продолжение. Это истина применима и в нашей жизни. И частично уже говорилось об этом. В частности, она применима в вопросах нашего послушания. Иногда нам кажется, что это сложно. Послание Кремлиан 6.17 мы читаем так. Благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Посмотрите, братья и сестры, мы были рабами греха. И сегодня мы предали себя или предоставили, доверили себя учению Иисуса Христа. Когда мы доверяем себя учению Иисуса Христа, нам надо следовать этому учению. И надо быть послушанием. Все ли нам понятно из этого учения? Братья и сестры, не все. Я когда-то думал, что все мне понятно. Но не все понятно. Но об Абраме сказано, что он веру и повиновался идти в страну, которую даже не видел. Вы помните историю о Неймане, что из-за своего чувства достоинства он чуть было не потерял шанс быть исцеленным. Потому что ему было сказано, что ему нужно окунуться. Сколько раз нырнуть? Семь раз в Иордане нырнуть. Ну, для такого важного человека министр обороны Сирии приехал. Должен был бы выйти царь, пророк вместе, чтобы совершить какой-то обряд, почетный обряд, через который бы Нейман не селился. А ему говорят, заходи в воду и ныряй семь раз. Ну, обидно. Конечно, обидно он никогда в жизни. Но его уговорили, слава Богу, те, которые были рядом с ним. Филиппийцам 2, с 8 стиха. Смирил себя, был послушным даже до смерти. И смерти крестной. Иногда мы говорим, ну, можно быть послушным, но есть пределы какие-то. Господь говорит, что он был послушным до смерти, до смерти крестной. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Посмотрите, пример Христа, как он был послушным. И сказано, и вы, возлюбленные, должны быть послушны не только в моем присутствии, то есть в присутствии апостола Павла, но иметь страх перед Богом и трепет перед Богом. И таким образом совершать свое спасение, опять-таки не все пункты Писания нам понятны. Я помню, когда мы были в Киеве, и там была специальная встреча служителей, и мы там оставались на три дня, две ночи, и вы знаете, ночью обычно мы не спим, и говорим о Библии, о сложных вопросах. Ну и один брат начал спорить, почему нельзя кушать кровянку. Где основания этому? Ну, может быть, не все знают, что мы не кушаем кровь. Действительно, с точки зрения книги Деяния Апостола, пятнадцатая глава, там было решение Собора, чтобы воздерживаться от крови. Вы знаете, очень сложно. С точки зрения Ветхоза, это написано, что душа животных в крови. Скорее всего, что это служило согласным, потому что язычники иногда кушали кровь животных, таким образом отождествляясь с ними. Ну, по крайней мере, они так думали. Это были специальные обряды. Я действительно, братья и сестры, с богословской точки зрения, не знаю всех нюансов и всех тонкостей этого вопроса. Ну, если Слово Божие говорит, что не надо, значит не надо. Для меня это все очень просто. Это истина применима в отношениях. Я уже частично вам сказал. Но вы знаете, отношения – это всегда очень сложная сфера. Семья – это особенная сфера отношений. Церковь, общество. И часто простые вещи стоят для нас такими сложными и сложными, когда люди не в состоянии решить вопросы сосуществования, кооперации, скажем, сотрудничества какого-то. И особенно это касается Церкви Божьей, потому что именно Церковь Божья должна встать островком мира, любви, понимания, открытых сердец. Библия об этом много неоднократно говорит. Но очень тяжело пережить, потому что мы все люди со всеми нашими недостатками. И очень тяжело смириться иногда с теми, кто не разделяет нашу точку зрения или наши взгляды. Это действительно сложный, тяжелый вопрос. Я всегда вспоминаю Карла Станиславича Сидлецкого. Думаю, что некоторые из вас еще помнят его. Он рассказывал такую историю, что приехал однажды в церковь, и сестра одна жаловалась ему, говорит, что ее постоянно обижают. Обижают и говорит, у нее уже нервы на пределе. И говорит, я уже не знаю, не могу спать ночью, Карл Станиславич. Вот, может, вы посоветуйте ей какие-то таблетки. А кто говорит, я уже перешла на Элениум и не помогает. Ну, сейчас, наверное, нельзя Элениум купить в аптеках, но тогда можно было, да? Вот. И он говорит, да, у меня есть хорошая рекомендация к вам. И он отправил ее в послание Колоссянам, третья глава, там 13-й, 15-й стихи, там сказаны те слова, которых Сережа читал тоже из послания к Ефесянам, что если кто на кого имеет жалобу, то что делаете? Прощайте, как и Бог во Христе просил вас. И говорит, сестра, вы просто простите ваших обидчиков и спите спокойно. Можно действительно подать веселье, купить таблетки, быть обиженным, а можно просто позвонить, сказать простили, встретиться, попить вместе чаю, помолиться вместе, прочитать Слово Божие и пойти дальше. Потому что отношения всегда очень сложные, сложная сфера. Библия говорит нам о том, что будьте как, будьте как дети. Мне приходится свекаться с новой ролью, уже дедушке. И, не знаю, к счастью или к сожалению, но внук часто просится ко мне. Но проблема в том, что я не всегда его беру. И было уже два случая таких, когда он прямо с обидой растакался, что я его не взял. И я ушел, и уже потом, когда пришел домой, думаю, ну смотри, как обижен. Я сейчас приду, и так он больше никогда ко мне не придет. Я прихожу, он улыбается, тянет руки ко мне. Ну что это такое? Я думаю, если ему исполнится 60 лет, он тоже таким будет или нет? Библия говорит, будьте как дети. Это же так просто. Вот переступить что-то. И сложной ситуации, конфликтной ситуации, выйти в простоте сердца. Это самое, можно сказать, в нашем испытании. Вы знаете, братья и сестры, может быть не всех эта тема касается испытаний. Я смотрю по нашим даже христианским семьям, что кто-то страдает больше, кто-то меньше. Это тоже тайна. Я не знаю, вот есть такие люди, которые реально в благополучии прошли от рождения духовного до самой своей смерти и встретились там на небесах с Господом. А есть такие, которые вот от момента своего крещения, они находятся в испытаниях и в тяжелых испытаниях. Сегодня утром мне позвонил опять брат Даника, которому я рассказывал, что папа его сломал позвоночника, а у него по всему телу метастазы. И мы там передали небольшой подарок ему от нашей церкви. И он поблагодарил меня. И я его спросил, как у него дела, как поживаешь. Он говорит, слава Богу, все хорошо. Ну что, собираемся ехать в больницу вместе с папой. Ну, вы знаете, зная его ситуацию, услышать такие слова, это большой пример для меня. И я его сказал, что у нас будет молодежное общение. Ну, вижу, он хочет поговорить со мной. Мы спешим уже. У нас будет молодежное общение. Мы спешим видео на диск, и ты на своем компьютере посмотришь. Он говорит, ну, у меня пока нет компьютера, потому что нужны деньги на лечение. Ну, вы запишите. Когда будет компьютер? Я посмотрю обязательно. Я думаю, что многие из нас имеют, и для нас это как бы не является проблемой. Вот то, что является проблемой для других людей. Знаете, братья и сестры, это так просто. Мы страдаем в этой жизни. И Библия говорит о том, что 1 Петра 4-го была, что огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Ничего странного нет в том, что мы страдаем. Есть много смысла в наших страданиях. Господь нас очищает. Страдающий плотью перестает грешить. Господь испытывает нас, и мы должны показать, что и в страданиях мы являемся верными Богу. В этом тоже есть великий смысл. Господь являет свою славу через наши страдания. И есть такое, что мы не можем даже объяснить, и не знаем, почему страдает тот или иной человек. Конечно, бывает и грех результатом страданий. И об этом говорит Священное Писание. Но далеко не всегда. Но я думаю, что каждый из нас должен пройти через эти страдания, через эти испытания, потому что в них формируется доверие нашему Господу. Мы находимся в руках Господа. Мы чувствуем свою зависимость от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы чувствуем, как страдания усовершают нас, делают нас крепче, делают нас сильнее. Мы лучше начинаем понимать ту или иную истину. Мы стоим больше готовыми для служения, для проповеди Евангелия, для сочувствия тем, кто рядом с нами. Это же истина, когда мы сложные вещи делаем простые. Она применима и в служении нашем. Сегодня брат Сережа об этом уже говорил. В служении как свидетельство миру, так и в служении по местной церкви. Вы знаете, что иногда люди боятся что-то, как-то поучаствовать в служении. Вот сегодня мы бы хотели на такие планы начать беседу уже с проповедниками молодыми. Мы пригласили четырех братьев. Не знаем, как они откликнутся. Будем молиться об этом. Но есть страх у братьев. Мы это понимаем, что есть такой страх. Всегда есть страх что-то делать. Но вы посмотрите, как говорит Священное Писание, что братья, немного из вас мудрых, немного знатных, немного богатых, но Бог избрал не мудрые, ничего не значащие в этом мире, чтобы посрамить значащие. Да бы никакая плоть не хватилась Богом. Вы знаете, может быть, кто-то из вас не может исполнить псалом на высоком уровне. Но если вы исполните его простоте своего сердца, вы знаете, Бог может давить такую силу и такое благословение, что вот это маленькое ваше дело принесет большое благословение людям. Или то, что мы молимся за наших родных и близких. Вы знаете, иногда это тоже встает предметом споров и каких-то сложных разборок. Я говорю, а вдруг Бог не избрал моих детей или моих родственников. Я за них молюсь. Иногда такие мысли приходят, да? Но помните, что сказано в послании к Тимофею в первом послании во второй главе о том, что мы должны молиться за всех человеков, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вы знаете, вот когда есть у нас эта печаль, апостол Павел говорит в послании в Украине в девятой главе, когда он говорит о спасении, говорит, что непрестанная печаль и мучение моему сердцу об Израиле, о моих братьях, чтобы они спаслись. Вот у нас должна быть вот эта печаль, это переживание и должна быть простая молитва. Многие спрашивают, когда нужно молиться за детей. Некоторые мамы, у которых дети еще на руках, приходят в собрание, конечно, они не молятся сейчас за своих детей. Я всегда отвечаю, когда Анна молилась, она говорила, все, в детяти я молилась, когда его еще не было. Вот тогда уже нужно начинать молиться. А когда дети есть, каждый день нужно взывать о них, о своих родных и близких. А если Бог не ответит, это не наше дело. Не надо усложнять простую ситуацию. Это все так просто. Нам нужно просто помолиться и просто делать это каждый раз. И Бог нас благословит. Поэтому пусть Бог поможет нам, братья и сестры, видеть нашего Господа, который вот такую сложную ситуацию сделан, такой простой, чтобы подарить нам праведность, чтобы дать нам шанс войти в небеса. Слава Господу за это, братья и сестры. Давайте благодарить Господа. Давайте просить, чтобы Бог дал нам мудрое сердце, смиренное сердце, чтобы и мы в простоте своей, приняв Божье спасение, служили Господу и друг другу. И пусть Господь благословит нас в этом, поможет нам в этом. Аминь. Мой поможет.